22 сентября вторник смотрите в новостях телеканала оса и конца работ не видно рабочие с площади дека снова не успевают анна ахметова выяснила и что теперь суд отстранил главу района евгения розынчугова от должности расскажем какой расклад теперь получается во власти вальчинске появился первый островок безопасности соцсетях горожане шутят ездят спасаться во время ливня всем здравствуйте анна ахметова сегодня расскажу как идут дела на площади перед декам тоже кота проклятие площади городской потому что сроки завершения работ вновь сдвинулись сегодня работают также 6 человек они укладывают брусчатку и тротуарную плитку и еще есть одна подрядная организация которая устанавливает амфитеатр что подрядчик снова не успевает стало известно сегодня и новый срок вообще не называется официально мэрия на сайте сообщает они усиливают контроль готовность объекта на 65 процентов вместе с краевым инстроем ищут рычаги воздействия на нерадивых строителей в минстрой и телеканалов со говорят они лишь контролируют работу городской власти а за работу с подрядчиком отвечают ачинские чиновники интересный факт капитал строй этим летом занимался благоустройством шарыпове и в красноярске там он сдал все в срок говорят в минстрой на ачинске похоже какое-то проклятие с подрядчиками новая тротуарная плиточка на пешеходную дорожку чтобы для сравнения это вот брусчатка на сегодняшний день маленечко ускорились работники по контракту красноярская фирма капитал строй должна сдать объект еще в середине августа но все пошло не так погода не та поставщики струй материалов с перебоями это были первые помехи по словам директора фирмы артака варданяна когда он еще выходил на связь с журналистами сейчас как говорят в мэрии он не отвечает и на звонки заказчика цена благоустройства замечу 24 миллиона рублей ежедневно за просрочку капитал строй получает штраф в 4000 рублей в мэрии сегодня не комментируют как быть с площадью и с подрядчиком по нашей информации с фирмой могут расторгнуть контракт и это худший вариант ведь тогда почти однозначно раскопки на центральной площади останутся в зиму хотя уже сейчас возникает вопрос где теперь будет главная городская елка и ледовый городок вряд ли площадь после реновации способна вынести еще и городские гуляния анна ахметова вельдан калимолин телеканал оса ватчинский рабочий устанавливают первый островок безопасности появится он в районе водолея по улице спортивная здесь работы уже начались а еще такие островки безопасности появятся на свердлово зверева и гагарина кравченко на островке работают всего два человека по словам управляющего фирмы подрядчика вообще-то у них бригаде четверо этот заказ выиграл красноярская предпринимательница ранее она уже косила коноплю устанавливала бордюры на электроопоры теперь взялась за островки безопасности этот на улице спортивной будет самым большим с него и начали говорит представитель подрядчика на островок самый большой его и начали четыре человека работают на островках с дачи объекта у нас до конца месяца сентября как думаете работу вообще сделаете сок ну обязательно конечно успеть подрядчик обещает со всеми тремя островками безопасности второй островок рабочий сделают на гагарина кравченко движение как уверяет антон симонов перекрываться не будет напомню на оборудование островков из городского бюджета выделено почти пол миллиона рублей отметим со слов специалиста гибдд перекресток гагарина лапенкова тоже требует установки островка безопасности если это и осуществится то уже не в этом году юлия савина вельдан калимулин новости телеканала оса завтра в квартира отчин совпадет отопление об этом телеканалу оса сообщил главный инженер теплосети анатолий ковалев первыми получат тепло жители привокзального района и старого центра а послезавтра батареи станут горячими и у жителей остальной части ачинска добавим что мэри приняла решение о досрочном запуске отопления хотя по правилам сезон стартует когда пять дней подряд среднесуточная температура держится на плюс восемь старые новые трамваи для ачинсов опять задерживаются бэушные московские вагоны которые столица даром отдают ачинску прибудут с опозданием на неопределенный срок ранее сообщалось что мэрия нашла перевозчика который доставит трамвай на спецмашинах планировала что произойдет это к началу сентября а первый срок прошел еще в марте как сообщает наш источник и в третий раз перевозка срывается сроки транспортировки истекли еще 18 сентября напомним доставкой трамвай занимается ростовская фирма по контракту она должна доставить вагоны за 30 дней сейчас перевозчику нужно дождаться разрешения на перевозку крупногабаритного груза по автодорогам но не факт что и в этот раз не случится загвоздка шестилетней жене из ястреба в основу нужна помощь ачинсов в июле девочка прошла реабилитацию московской клинике после которого она научилась самостоятельно дышать и держать голову паралич наступил у малышки после прививки в двухлетнем возрасте повторный курс по словам врачей даст больше эффект восстановление на реабилитацию необходимо собрать 300 тысяч рублей если каждый взрослый ачинс перечислить по сотне рублей этого уже хватит чтобы женя поправилась данные для перечисления денежных средств вы видите на экране деньги можно перевести на карту сбербанка она привязана к номеру телефона ачинский суд отстранила должности главу района евгения розанчугова в конце прошлой недели тоже по суду его посадили под домашний арест а еще раньше задержали на двое суток которые он провел в ивс после задержания розанчугов стал подозреваемым в деле о халатности при покупке сиротских квартир история с жильем для сирот вообще-то тянется с 2017 года и долгое время уголовное дело было совсем без фигурантов еще чуть-чуть и оно вообще могло бы заглохнуть за сроком давности но случился другой поворот телефон розанчугова доступен но на звонки редакции он не отвечает свой домашний арест который продлится почти месяц подозреваемый уже обжаловал от должности его отстранили на время следствия и это надолго интересы отстраненного чиновника защищает красноярский юрист по информации нашего источника свою вину розанчугов не признает и пока в деле он единственный подозреваемый по нашей информации обвинение ему может быть предъявлено к концу следующей недели напомним евгений розанчугов проходит по делу о скандальных квартирах для детей-сирот в 2017 предприниматель виктор яровицкий он также сейчас фигурант двух уголовных дел продал районной администрации жилье в ключах которое позже было признано непригодным интересно что задержание арест и статус подозреваемого розанчугова случились после выборов в райсовет куда прошли люди розанчугова причем экс-замы петр тюмнев и ольга ключения взяли мандаты от ключей и каменки стратегически важных для влиятельности но и не только по нашей информации сам розанчугов претендовал и даже претендует на новый срок в качестве главы района следственном комитете говорят их действия никак не связаны с политикой в районе но подследственный розанчугов уже вряд ли займет кресло вновь стюмневым связаться сегодня по телефону не удалось он не отвечает на звонки ольга ключения отказалась комментировать ситуацию с розанчуговым 18 сентября был их последним рабочим днем в качестве заместителя главы это нам подтвердили в пресс-службе в итоге сейчас районом руководит единственный оставшийся зам и сейчас исполняющий полномочия главы владимир часовских по телефону он заявил что справляется сам и пока не знает будет ли назначать временных замов есть ли у него кандидаты он также не ответил завтра пройдет первая сессия райсовета этим депутатам выбирать нового главу а вначале они выберут спикера по нашей информации на этот пост претендует действующий председатель сергей куранин единоросс александр корсаков и вероятно один из экс-заместителей главы также вероятно что первая сессия может не состояться впрочем в отчинском районе уже ничему не удивляешься наталья сусанина телеканал оса не можете справиться с пятнами на ковре не проблема звоните все сделаем чистка ковров номер один профессионально чистим ковры всех размеров и видов заберем грязный и привезем чистый используем только экологичные гипоаллергенные и безопасные моющие средства выводим любые пятна гарантируем результат и полную сохранность изделия подарите ковру новую жизнь на комсомольской 1 на кравченко в привычном для ачинцы вместе открылась новая аптека крупнейшей краевой сети губернские аптеки и это не просто аптека а целый современный фармацевтический центр в котором есть розничная торговля и льготный отпуск лекарственных препаратов большой отдел оптики с проверкой зрения и изготовлением очков ортопедический салон медицинское оборудование отдел косметики товары для детей и новое направление ветеринарная аптека для питомцев спешите фармацевтический центр губернские аптеки на улице кравченко 7а работает в формате дискаунтера и цены вас порадуют компания синт представляет новые тарифы новые возможности твой выгодный интернет со скоростью до 200 мегабит в секунду выбери свой тариф все подробности узнавайте на сайте и в офисе оператора инжиниринг строительства обслуживания филиал в городе Ачинский приглашает на работу технологолитейного цеха столеваров подручных столевара заливщиков металла токарей фрезеровщиков обрубщиков формовщиков специалистов по нормированию сварщиков газорезчиков электромонтеров обращаться по телефону 3 55 66 или по электронной почте елена.плынская собачка iso-serve.com уголовное дело по халатности чиновников в мэрии прекращено так закончилась история покусанной девочки среди белого дня на четырехлетнего ребенка напали бродячие собаки по нашей информации следственный комитет не установил причины следственной связи между работой чиновников которые контролируют содержание безнадзорных псов и нападение этих псов на человека как-то так эту новость Ирина Акзамова мама пострадавшего ребенка узнала накануне от следователей говорит шрам на лице почти затянулся но за эти восемь месяцев дочка ульяна так и не отошла от страха она не вздрагивает она как видит собаку она сразу бежит домой она закрывает дверь держит дверь говорит мама там их много все вот как бы говорю как вот отпускать частный сектор да я все прекрасно понимаю но как бегали так и бегают напомним в конце января новости оса рассказали о диком случае в старом центре собака набросилась на девочку отбил ее старший брат малышке пришлось долго лечиться и понадобилась помощь психолога следственный комитет возбуждал уголовное дело по халатности чиновников больше полугода допросов экспертиз изъятий документов в итоге виноватых нет что касается четвероногих преступников кинолог из приюта доброе сердце на следующий день после выхода нашего сюжета отловил в этом районе трех дворняжек две из которых были в ошейниках хотя не факт что среди них был пес напавший на ребенка по словам администратора приюта беспризорников стерилизовали и отдали новым хозяевам о новых случаях жестоких нападений бродячих животных за это время неизвестно но собачий вопрос так и не решен но я не хочу оставлять это все в покое хочу продолжить как бы чтобы это дело опять возобновили подняли что кто-то все равно должен нести за это ответственность по словам ирины акзамовой она обратилась в суд за компенсации морального бреда она ахметова наталья сусанина вильдан калимолин телеканал оса гидра гавань солка сезе базарка и болотка эти слова известны большинству горожан в народных названиях микрорайонов отражается особый язык анска его история культура особенности городских реалий евгений юдин и михаил добышев не так давно задумались об этом и придумали собственный мерч с городскими топонимами это не столько коммерческая история сколько творческая и отчасти исследовательская некая попытка сохранить историю даже ту о которой не особо хочется помнить например о криминальной славе некоторых микрорайонов города давно ушедшие в историю в ходе разработки вот этих таких эмблем логотип районов мне задавали вопрос почему черепа но изначально я взял какие-то самые криминальные районы и поэтому там присутствуют такие черепа в восьмиклинках как бы такое олицетворение гоп прошлого и в этих районах как гидра базарка гавань базарка зайдя на этот район можно было бы можно было просто получить если ты с местными ребятами если ты находился из другого района и не дай бог ты бы пришел в футболке базарка на гидру все ребята визуализировать особую славу каждого микрорайона главная задача ребят например на логотипе посвященном микрорайону солнечной отражены весьма грустные реалии треснувшая каска военного и падающие ракеты олицетворяющие расформирование части к слову эта эмблема понравилась немногим поэтому сейчас команда работает над другим вариантом логотипа людей должна быть самоирония и как-то с юмором должен к этому относиться мы не опять же не хотим очернить да и люди которые знают в теме они должны понимать что ну это так вот было и так вот оно и есть ничего здесь плохого нет на мой взгляд да и мы и солка бы там была часть замечательная часть все помнят что там был и порядок хорошая часть была ее расформировали но история осталась ребята отмечают что область применения логотипов обширна и может появиться не только на футболках наклейки на машины эмблемы на кружках и значках решение за теми кому будет интересен мерч на синий заходи в другие районы спасибо большое ну что ж живу я на базарке собственно говоря а поэтому думаю буду носить эту футболку с удовольствием думается этот проект можно назвать уникальным народные названия городских микрорайонов стали героями не скучных словарей а забавных логотипов на футболках ой что вы такие правдолюбые и режете правду матку и вас интересно смотреть без всяких фильтров мой телеканал а сам мы вообще смотрим всегда мне нравится очень ахметова как ведет передачу молодец да вообще у вас вся компания молодцы спонсор прогноза погоды компания яр хлеб мамы знают что ребенку нужен заряд энергии с самого утра хлеб живое зерно изготовлен из пророщенного зерна пшеницы без муки поэтому он богат витаминами и микроэлементами хлеб живое зерно любимый настоящий и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok